Выполнение работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Забайкальском крае идет с отставанием почти в два месяца. Повлияли погодные условия, особенно дождливое лето. В Министерстве строительства и дорожного хозяйства подвели промежуточные итоги. Что сделать удалось, а что по разным на то причинам пока еще нет. На сегодняшний день из предусмотренного на год бюджета по нацпроекту, а это более 5 миллиардов рублей, освоено 65%, то есть чуть больше полутора миллиардов. Входит в эту сумму и строительство Каштагского моста, реконструкция путепровода, а также моста в Дарасуне. В этом году у нас национальным проектом предусмотрено два мероприятия. У нас вроде 19-го года, то есть одно мероприятие – это приведение нормативных состояний дорог по региональной сети и приведение нормативных состояний по городской агломерации. То, что касается региональной сети, у нас на этот год предусмотрено 255 километров дорог. Это у нас дорожный ремонт дорог как со слабо-бетонным покрытием, так и с переходным типом покрытия, то есть еночное и печальное покрытие. И городская агломерация у нас в этом году предусмотрена 42 километра. Большая часть дорог проходит по городу Чте и часть дорог проходит по Чтинскому району. К концу ноября все ремонтные работы должны быть завершены, а в планах на 2022-й – 19 новых проектов. Один из которых – знаменитая аллея Горького. Тут, наконец, решится больной вопрос с расширением улицы. Будет проведена реконструкция самой пешеходной аллеи. Кстати, дорожники обещают покрытие современной тротуарной плиткой. Выведенные на поверхность трубы теплоснабжения на улице Бабушкина, который в народе называют страшным зеленым крокодилом, уродующим облик краевой столицы, заменят на современный путепровод. Здесь же планируется многоуровневая развязка для расширения пересечения улиц Шилова, Белика и Бабушкина. Не оставят без внимания и давно стоящую в режиме ожидания на ремонт улицу Новобульварную. У нас по этому проекту реконструкции улицы Новобульварная готова ПСД, проект осмена документации на первый этап. Это участок от улицы Журавлева до улицы Шилова. Проектная документация разработана, подана в Росавтодор на финансирование. И мы рассчитываем, что в следующем году, в 2022 году, мы получим финансирование на первый этап. Дополнительное финансирование планируется получить и по программе «Чистый воздух», так как улица Бабушкина попадает под реконструкцию в рамках строительства новой троллейбусной линии на КСК. Работы начнутся сразу после получения федеральных средств. Анастасия Сажина, Антон Носов, РТК «Забайкалье». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова